Привет, друзья мои! Вот какие новости. По информации Белинкет, незаконный режим Лукашенко забросил в Украину довольно большое количество агентов ФСБ, возможно агентов КГБ Беларуси, под видом белорусских беженцев. Ну, об этом и так хорошо было известно. Именно вот это становилось подчас причиной того, что некоторых белорусских беженцев то не пускали в Украину, то периодически арестовывало их СБУ, и у них вообще возникали всяческого рода проблемы. Я думаю, что именно вот с этим связана как раз активность СБУ в отношении тех лиц, которые перешли украинскую границу и попросили вид на жительство в Украине. То есть, среди них есть агенты ФСБ и КГБ Беларуси. Увы, это абсолютно очевидно, и с этим не поспоришь. И, кстати, убийство Шишова, убийство Шеремета, бог его знает, кем оно там было произведено, нам никто ничего не говорит, но с великой долей вероятности можно сказать то, что кто-то из вот этих лиц как раз этим делом и занят был. Далее, значит, смотрите, наш министр иностранных дел Кулеба заявил, что Украина будет действовать по полной программе, что называется, в случае реального признания Белоруссию Крыма частью России. Как мы прекрасно все знаем, Лукашенко, у которого язык без костей, который вообще мало что соображает в внешней политике, начал лепить горбатого, что называется, что Крым российский и так далее, и так далее. Это еще не признание Крыма российским официально, это, скажем так, просто треп какого-то полуграмотного мужика. Но, тем не менее, этот мужик сегодня занимает пост белорусского диктатора, и Кулеба заявил, что, несмотря на то, что, скажем так, это поток мысли не совсем адекватной личности, но в случае официального признания Крыма российским, то есть в случае приезда диктатора Лукашенко в Крым на встречу с Путиным, Украина отбросит всякую дипломатичность и не будет себя сдерживать в отношении Беларуси. То есть я думаю, что вот какая-либо торговля, которая на сегодняшний день хоть каким-то образом выручает режим Лукашенко и проходит через Украину, там, будем говорить, это нефтепродукты прежде всего, это продукция сельского хозяйства, то есть речь идет о конфетах, о мясе, о майонезе, ну о таких вещах вроде малозначительно, но это и есть, это и есть в магазинах, это продается, и соответственно приносит прибыль временному диктатору, это все будет, конечно, прекращено, от себя могу сказать, что я не понимаю одно, почему оно будет прекращено только сейчас, это надо было сделать уже давным-давно.